Мой проект связан с моей любимой непосредственной деятельностью по той персоналу. Я столкнулась с тем, что этот проект имеет довольно большие особенности, так как персонал я буду подбирать в населенном пункте Косовской области, опыта у меня такого большого нету. И надо сказать, что подбор персонала для этого уникального пункта на это предприятие в течение года и, к сожалению, на сегодняшний день похвастаться, что он был успешным, нельзя. Источники размещения, которые были использованы, ну, наверное, я их могу назвать стадоксальными. То есть это центр знаменности, это печатные данные, это расклейка объявлений. И могу сказать, что практически в пациентах на 95 эти источники не работают. тот персонал, который. Мы сейчас опустим момент качественного, качественный момент объявления, что там объявление было, да. То есть меня сейчас интересуют только источники размещения. Я, конечно же, голову напрягала, написала список, но мне бы очень хотелось от вас услышать, может быть, какие-то новые идеи. Поэтому я хотела предложить, если вы мне будете помогать, я не буду говорить, что, а, это я уже написала, это я уже знаю. То есть я сделаю вид, что я не слышала этих источников. То есть я поясню чуть-чуть, да, что за аудитория, кого ищем. Вакансия называется менеджеры по продажам. Это достаточно молодые люди. То есть компания готова рассматривать старше курсников, да, там, или последний курс института, то есть фактически без опыта работы. Ну, с опытом работы людей, конечно же, по воле и приветствуется это дело. Вот. Еще раз повторюсь, что это населенный пункт Новосибирской области. По численностям нетрудно сказать, насколько он велик. Ну, так приблизительно вас сориентирую, что это порядка 30 тысяч человек. Вот. Ну и последнее вводное. Как версия могу предположить, что молодежь этого населенного пункта чуть более пассивна, но это как версия, она не подтвержденная такая. Чуть более пассивна, чем молодежь большого города, скажем так, да. Вот. Поэтому, поэтому у меня вот такая вот забота сейчас. Какая удаленность от большого города? Поездом около трех часов. Сколько людей надо? Поездом. А надо хотя бы двух. А город-то большой? 30 тысяч человек. А по маленькому удержнику? Идея. Идея. Идея, я так думаю. Ну, в принципе, исходя из собственного опыта, как у нас населенный пункт, это самое замечательное место, куда мы все с удовольствием собирались, чтобы вы единственное как-то город, поэтому туда. Ну и то, что все всегда читают и все всегда рекомендуют, если есть какая-то, так сказать, стекная нива или какая-то именно местная галета, и массовые сни, именно местная галета, это да. Ну и как источник это клуб, в котором обычно проходят какие-то такие мероприятия. Для небольшого города вот такое место, где проходят мероприятия, достаточно значимое. Я не думаю, что это, в принципе, будет стоить очень дорого, чтобы выйти и один разочек там выступить на людей, придет достаточно много. Может быть, не совсем ваша целевая влитая, это будет то сарафанное радио, которое выстроено в ваших целевая влитая. Вопрос о среднем зарплате для данной сотрудники и среднем зарплате для этой позиции. Она бьется, заработная плата. Я прошу вопрос по-другому. В городе не заработают больше, чем у вас? Вопрос сложный. То есть... Ждельная зарплата не будет. Она состоит из трех частей. Есть докладная часть, есть премия и есть бонусная часть. То есть есть три составляющие. А премия за что за план? А премия за что за план? Да. А бонус за что? Не могу пока сказать, потому что еще не... Деталей не знаю, но это разные вещи, чтобы в разных трансляциях, премия и бонус. А прямой привязки к результатам? Процент... Плат, плат, плат... и если их заинтересовать им что их там будет ждать интересная как бы и закомплачиваемая работа потому что они вернутся может быть даже какой-то не знаю исследование там провести узнать точно куда где они едут куда едут учиться чтобы какая-то была можно мысль несколько вариантов номер раз дополнить марину кафе не как место для выступления а кафе как некий brain ring место какой-то тусовки чего-то что позволит отобрать лучших из лучших нас наиболее подходящий под портрет компании коммуникативные навыки ценностные вещи но это некая не за вечеринка присутствие на новогоднем вечере розыгрыш нескольких каких-то вот таких вещей где могут ли люди проявляют эти качества первое второе тренинг для продажников этого города компания там явно не одна существует еще какие-то привлеченный некоторый тренер который либо за минимальную оплату либо чуть не бесплатно для остальных условно подарок предпринимателям города от мэрии этого самого населенного пункта обучение продавцов тренинг проходит и соответственно на этом тренинге в деловых играх и каких-то коммуникативных опять же отбираем лучших из лучших потом хантерим если учесть что наверное большая часть этого населенного пункта поработала на этом предприятии разное время дедушки и бабушки и родственники и возможно они сами сложившиеся некие стереотипы надо ломать соответственно сама компания должна пересмотреть свою политику на рынке вот это самое главное ничего там можно не найти можно миллион хороших продажников найти но не затащить их на завод так же как технологов и всех остальных узких специалистов пока компания не станет интересной привлекательной эта работа над брендингом можно просим акуку шагуру файлеры запиши шагуру очень хороший день это поддержка реки на день открытых дверей но если подготовиться к завода с каким-то привлечением таким вот что-то такое привлекательное сделать именно то что им приведут второе листовки поездах допустим допустим либо на столике либо пройтись и праздновать окрестные деревни молодежь все стремятся в более крупный населенный пункт я не успела лестовки в деревне мне кажется у нас акцент сместился из стороны каналов на что то что данный вопрос еще еще в том что что и привлекает мотивационные составляющие я тоже нужно очень много доработать вот из-за этого сложности просто предложение на путем было много еще соцсети мне кажется молодежь даже в каких-то отдаленных уголках они все сидят в контакте или там еще где-нибудь но просто найти тот способ канала который будет их соединять вот именно того в этой сети в 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 м в в в в в в в в кто заинтересованы чтобы здесь работали молодежь одни заинтересованные стороны это их мамочки папочки чтобы они вернулись из этих городов работали здесь каким образом вычислить или каких предприятий сделать 45 лет возраста женщины и мужчины чтобы они понимали что есть работа для их дочек и сыночек которые могут вернуться сюда и через них естественно хорошие слова про это предприятие чтобы они увидели потом эти ваня вот приезжай ко мне второй источник сайтовские соцсетей есть форумы о работе когда обсуждают либо уже найти это предприятие поскольку давние там что-то там происходило может быть уже его обсуждают может быть и плохо это неважно да если обсуждение его нету его создать я за честные способы поэтому хорошо был живой человек если есть может продажам который бы себя выставил меня зовут михаил я работаю таком-то предприятие здорово ребята приходите к нам да и эту полемику но второго человека можно там по искусственной по-настоящему где который ушел ругает а вот неплохо вот доказать как хорошо еще и что менялась да 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 реально человек сделайте видеоролик о том где будут работать что вы выглядите как будут выглядеть его место именно приставлять работу может быть кандидата подкугивать стереотипы что то что не получит это ну как бы вообще в принципе не звонить не спрашивать если вы будете оставлять ссылку что посмотреть видеоролик можно я не знаю как вообще я не стал ходить там два фирма человека хорошо выглядишь и молодые женщины причем ну видно что они вот все глубоколучно и вот этот вот посылка должен быть вот ну это пробрендинг опять такая часть как косвенно да так чтобы они достаточно так серьезно себя вставляли где-то ну допустим в вузах бывает так что выступают ну у старшкурсников предпринимать вне карьеры вне карьеры если они есть то есть либо вот просьба через руководства вузов ну чтобы поставили им слово они бы по каким то прошлись и просто себя причем директор тоже должен выступить на местном уровне этих всех ключевых лиц новостях да то что касается многих на мероприятиях которые там оплатить обучение через мамочек и папочек я вот все пытаюсь с этим мысль еще развить потому что мне очень понравилось мамочки папочки очень заинтересованы но не у них не у всех у них есть там такой достаток чтобы на своего детка обучить в городе частичное там какое-то обучение или целевое целевое направление от завода с возвратом потом с отработкой на заводе с контрактом но это отбираются детки лучше и лучше которых видно что в школе они вот прямо уже проявляют эти качества это сейчас да долгосрочный это долгосрочный проект но мы уже об этом извините и над 5 и говорим уже бы пришли хорошо у меня еще не было я примерила на себя чтобы я кстати поехала если я получил из города и зачем я проеду куда-то до тысячи километров поеду в одном случае если мне предоставят плюсы оно может быть съемное может быть условием если я хорошо работаю через пять лет по приравным условиям должен быть бомба с деревней как ни крути на данный момент если ты молодая семья сразу два специалисты поедут вот где-то ребенку не на съемных квартирах а там ну это у меня просто применник он вот на таких условиях поехал ну так да ну это гастром у них такая деревня но зато квартира там жилье и детский сад да вот эти вещи я думала в районных центрах они решают надо подумать или хотя бы я знаю где я там буду жить я думаю дико поселок я не знаю вот я переду у кого у меня там нет где я буду жили несколько девушек вот целевая группа молодых семей походить не в жиге да как-то на нее надо быть да и и может быть выходила если звучало не звучало то что применяю наверное если есть некий отрицательный имидж предприятия новых людей можно привлечь на человека то есть на руководителя то есть если человек ну достойно или не знаю его знают кто-то и искать именно на личность ну привлекается там по-разному можно это обставлять но именно на ту личность на которую пойдут люди еще одна идея в общественном месте где обычно вешают плакаты то что приезжает знаменитость и большой яркий плакат вызывающим текстом о приеме на работу или ищем самых-самых прогрессивных там то есть большой яркий под рекламу в месте где обычно вывешивают объявления спасибо а вот школы вам нужен именно человек с высшим образованием нет потому что вот школа мне кажется особенно в населенных пунктах это какой-то эпицентр разнообразных людей и в том числе вы можете пойти скажем в старшие классы и там уже посмотреть на детишек они уже сформировали старшеклассники и может быть там через год-два кто-то уже к вам придет готовый то есть какая-то система преемственности может вы там чему-то уже обучите какие-то тренинги проведете то есть в принципе для детей это будет полезно и статус там дороже там для какого предприятия вы организовываете может быть они это спонсировали бы пару тренингов и тут же время молодых да школьников да а может быть среди них есть братья и сестры то есть если это школы то там а колледжи и техникум есть есть вот там то как раз наверное а либо техникум а дом культуры есть в этом поселке вот если руководство дома культуры заявить например презентация вакансии как мероприятие то руководство этого самого дома культуры само разошлет приглашение по учебным заведениям день карьеры не обязательно день карьеры можно конкретное вот в принципе да конкретной вакансии презентации заведения вот и тогда уже руководство тех самых учебных заведений которое получило приглашение на это мероприятие получил официальное письмо оно само предложит там каким-то выдающимся например там ученикам студентам каким-то отличившимся оно само их туда отошлет есть предложить мнение директора от отличников и мнение вечера вот те кто потом в хорошем продажнике не взять отличников алексей в чем идея направленная как если аудиторию приглашают директора школы большая вероятность того что интересные люди только на ней цифры цены надо это экспертная поддержка у нас заказана идейная а сейчас идейная я хотела продолжить мысль по поводу по поводу того что старшие классы здесь можно обусновать как профориентация вообще ребятишек и действительно необязательно сейчас все говорят не надо всем высшее образование получать достаточно кому-то среднее у кого-то среднеспециальное может быть тоже если говорят какие-то компенсации оплаты может он заочный будет техникум закачивать и у вас начинать работать у меня конкретный пример известный когда там в десятом классе уже бизнес свой организовывали там маме шубу покупала так далее то есть люди активны может тогда еще заочные вузы города то есть то что заочные они же иногда приезжают заочно возвращаются сейчас как сейчас как это активно обучение на заводе там экспресс обучение локальная группа от 3 до 5 дней обучение людей по профессии которая требуется введение в профессию а из них выбор лучших и заинтересованных уже по отбору заход на завод через кпп и стандартный образ тяжел а через обучение в нормальных там условиях с колбасой опять же точно повышает привлекательность рабочих мест на долгую перспективу спасибо местное радио еще есть местное радио если оно там есть то оно очень будет довольна что что-то там получили делать или 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 интервью как раз тем самым красивым директором да по местному радио о красоты-то не видно а у вас приятный песню какую-то популярную как часто переделывают только словами тра-та-та-та идите к нам назову а если ее гонять в течение месяца вообще не но на подборке на подборке на подборке на подборке на подборке на подборке так называемый джингл официальный сайт и неофициальные информационные странички а может еще какие-то личные связи там в таких городках обычно люди очень хорошо друг друга знают если найти человека которые такой самый социально общительный да и скажи какие у нас есть в перспективе люди которые могли бы к нам прийти и он расскажет про то что есть такой-то человек вот у него такая особенность а этот пойдет только потому-то как подборка как как и 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 Очень благодарны всем.